Сейчас оно, конечно, четко. Оно не так, как зимой. Не, ну зимой тоже проваливаются? Что, а в проруби как? Ну под лед можно, если тоненький. Если ты совсем дурной, так иди, пойду, ходи. Просто на земле, ты объясни, про что ты хочешь рассказать. Почему ты начинаешь рассказ вечно с середины? Почему это? Ну почему? Ты думаешь, что все такие умные, как ты? Не, я пытаюсь народ подвести помягче. Этими метафорами не надо общаться. Значит, хватает и так, с середины рассказ начинать. Ты начни с того, что... Хорошо. Что, про что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что человек на 65% состоит из воды. И его, когда жарко, в эту воду все время тянет. Из мочи. Или из воды. Из мочи, так ты из мочи. Ну не на 65%. А на сколько? А это лимфа, белок, а слюни. Ты не считаешь это, да? Мочи где-то в стакан. Ну я пробирал. И больше. Нет, ну это качеквасу только напиться. Человек, короче, все время вода, объем, циркулирует. К круговороте. Да, она по-разному. Ну не бы про это вообще. Причем этот человек, с чего он состоит? Состоит он... Мы знаем, что... Я тебе сказал. ...из мела и без текстов. Вот с чего состоит человек. Еще зубы золотые бывают. Вот и все, с чего человек состоит. А земля с чего состоит? Земля, она состоит из... Состоит из земли воды. Из глины и песка. А воды сюда больше, потому что в воде зародилась земля. Хоть наша земля называется земля, но на самом деле... Воды больше. По-настоящему она должна была называться вода. Да. Потому что воды больше, чем океанов, озеров. Даже, ну люди не знают. И они глубже, чем небо. Да, и там даже не исследовано, какие там живут акулы, свиноги. Потому что некоторые тогда вообще не опускаешься на такую... Русланы, водяники живут. И всякие упадины там есть. И оттуда зародилась колыбель от человечества. Вон с воды. А как на этой воде себя вести, знает один кусток, который уже улыбнул. Капитан Нема? Да, знал. Знал. Да. И еще сальников. Да. Плавец, 7-кратный олимпийский чемпион. И что, кто с аквалангами умеет? И что, дай мне, Макаревич. Да, Макаревич. А Макаревич вообще в жизни все знает. Да. И как суп сварить. И как с аквалангом нырнуть. Вот этот, этот, который. Ты играть. Робинзон Круза, если попал на эту, да, ему только пятницу подавай, да? Да. И песню споет, и готов пьяницу ему подавай. Не пятницу, а субботу. Его в субботу программа выходит. А, ну да. Ну не про его будем говорить. А про то, что человек вести себя на воде не умеет. Не, ну некоторые ведут нормально. Ну некоторые колдыры, они себя ведут, ну... А они только зимой умеют себя вести. Когда замерзли. На коньках, да, когда замерзли. Вот это, они думают, что из поведения на воде. Ну как сначала ведут. Где-то в Новый год приди под елку, посмотри, что на катке творится. Пьяные валяются вообще, с разбитыми носами. Даже кататься не могут. Даже зимой умудрают. Ну это колдыры. Причинить себе... Они, да, они почему-то решают, что вот если ты трезвый залезешь в воду, то оно не так. Надо обязательно на жаре набухаться. Набухаться на пляже хорошо. Как следует. Ты про лето уже рассказывал. Да, я про лето. Ты раскакиваешь через три ступеньки. А ты про зиму? Да, про зиму. Ну как, все тянутся к воде. Летом все тянутся к воде. Не повторяю. Коровы тянутся к воде. Листы всякие, травки. Листы тянутся к воде. Киявки все тянутся к воде. Холерные палочки. Им жарко. А они все залазят в воду. Потому что в воде есть еда. Охлаждаются там. Там всякие лианы плавают. Водомерки. Хламунцы жуки. Можно какой труп занесет под корабль. Тобачий. Вот там целый пир. Раки уже там. И Людек, конечно, тянет к воде. Но тянет, да. А вести себя на воде они не умеют. Вода это повышенный источник. Рыжка. Да. И смертоубийства. А они лезут на необорудованные пляжи. Хотелось сразу сказать. Нужно только купаться на оборудованных пляжах. Где есть спасатели Малибу. Кино смотрели там. Спасатели, где бегала Памила Андерсон. Я не смотрел. Вот бы меня спасла такая. Ну. Вкусное дыхание сделала. Рот в рот. А кино еще в рот. Короче. Надо там где спасатели. Где спасатели. Где переодевалки сделаны. Потому что там пляжи проверены. Там каранцы. Там мало холерных палочек. Где можно нырать. А где. В барданки прямо. Да. А где нету такого. Где заросшее все. Там бывает щекла на дне. Кар. Чи. Можно прыгнуть и прямо башкой в него. Ну поэтому. Поэтому ты же объясняешь. Что надо купаться в основном в резиновых сапогах. Да. Либо в строительных ботинках. Потому что люди которые отдыхают. Они почему-то любят. Набить щекла и кинуть его туда. Я не знаю зачем. А потом забываются. И сами же режутся. Я не знаю зачем они кидают. Я не знаю. То есть я лично не знаю. Вырыг ямку и кидай туда. Или сядь дома. Кидай в пересвит. Или на диван себе накидай. Или себе в ванну. В коле воды накидай с чокушек. Ну если тебе нравится как с чокушкой будет. Я понимаю. Это всем нравится. А если хочешь что-нибудь в воду покидай. Покидай пенопласт хотя бы. Или гальки. Круглые какие-нибудь. Можно пробку. Ну или на крайний случай. Если уже совсем руки. Ну чешутся. Чешутся да. Почеши. Да. Или побои. Хлебушком кинь. Хоть лебедю попусть еще утки. А стекло кидать не надо. Сам же напорвишься потом. И что шуточки на воде не проходят. Да. Когда один другого притапливает. Да. Вот это тоже люди. Пацаны. Пьяные поиграют. Они играют к подводному квача. И начинают друг друга притапливать. Но пару притапливали. Ну. Когда бухают. Тогда еще по другому дыхают. А мы потом сами всплыли. Неделю где-то плавали. И прежде чем нырять. Еще нырают так. Один на одного сядет. И нырает. И нырает. Тот подпрыгивает всего. А вдруг другой вылаживает. И когда пьяные. Особенно. Еще любят икорбатические нырять. Зато спины ломают. Да. А еще на спор поплышь. Доплывешь типа вот на тот берег. Никогда не надо спорить. Ну. Особенно кто хорошо плавает. То и спор, и не спорь, все равно не доплывешь. Да. Потому что часто бывает, что сводит судорогу. Поэтому. Ну. Когда плывешь с тобой, лучше взять какой-нибудь острый предмет. Шило допустим. Или фомочку. Фомочку. Плавку пристегнуть. Если у тебя только... Судорога, да. Фомочкой. А если на каких-нибудь дальних странах? Ну поплывешься куда. Ну не волнуйся. Вода попала. У грудняк. Еще осторожно, когда плывешь, ляпу не надо разевать. Да. А то может... Нахлебаешься. Нахлебаешься воды. Даже если ничего сразу не будет, соличер какой-то. И переграться на солнышке не надо. Надо аккуратно. Короче. А у нас тут жаришься. Вот сейчас, наверное, купаться и пойдем. Да. Мы водим себе вещи очень аккуратно. Да. Мы пойдем в резиновую сапогах. Далеко заплывать не будет. И плавать будем только на дубной камере. И привяжем вировками себя к дереву. А этот ниппель, ниппель лучше обрезать за лентой. Потому что когда переворачивается камера, играешь... Можно в цебру заходить, да. ...под водного клача. Да. Можно под рыбро. Или под дыр. Надо очень аккуратно дать. И девок не надо очистить. А нахитикуют, а могут и сдохнуть. И не печи вы на этой жаре. Вы что, ошалели? Да. Печь надо у холода. Придешь домой на кухне. Открой холодильник. И попей, лучше тебе хорошо и другим приятно. А на жаре лучше пить только квас. Вот. Вот так.